Саша Кузьмин, Кузя. Александра Викторовича Кузьмина, главного архитектора Москвы в течение 16 лет постперестроечного периода, так называли не только близкие друзья, но и весь архитектурный цех, потому что его любили, уважали за профессионализм и любили за человечность. Находясь между молотом и наковальней в должности главного архитектора Москвы, он был вынужден, с одной стороны, выполнять волю и причуды руководства, с другой стороны, он существовал в отсутствии внятного законодательства, в период, когда рушились основы советского строя и зарождения какого-то нового еще и никому не понятного рынка. Он всегда в своей профессиональной работе отстаивал интересы города и горожан, которых любил всем сердцем. Может быть, не всегда это у него получалось, но он переживал, переживал и переживал. И может быть, поэтому его сердце остановилось так рано, 26 сентября этого года, ему было всего лишь 68 лет. Представляем вашему вниманию материалы из архива, где сохранились наши с ним разговоры. Ну, а вы знаете, есть некоторые объекты, на которых мы проверяем, правильно или неправильно мы что-то делаем, причем не с точки зрения какого-то одного действия, с точки зрения тех подходов, которые мы пытаемся вести города. Но как раз удача и неудача кристована, это будет как бы проверка нашего подхода о работе в эстетическом центре. Ведь в данной ситуации, несмотря на то, что объект большой, мы как бы по новой классике делали все простроения и провели всю работу. То есть сначала в ход пошли люди, которые занимаются историей, визуальными точками и так далее. Определили возможный объем, только потом вступили в ход архитекторы. Поэтому для меня важно, ну, понимаете, я не боюсь, если будут споры. Я не хочу, чтобы объект всем нравился. Я не хочу, чтобы он был равнодушный. Это не та точка, где должно быть равнодушие. Меня, например, вполне устраивает те споры, которые были вокруг Наутилуса. Пускай это нравится, не нравится, но это разговор, это объект в том месте, где должны быть разговоры об архитектуре. Они должны произойти так, что прошли, и никто не заметил, что там что-то произошло. Есть такие участки, где мы должны работать очень, так будем говорить, сдержанно, но не в таких местах. Задача, которая, мне кажется, ну, в крайнем, ну, мне и трудно легко говорить про этот объект, потому что я не автор этого объекта, и поэтому мне легко говорить, а с другой стороны, в общем, я принимал большую часть, потому что мои друзья просто проектировщики этого объекта, и поэтому хочу, я не хочу. Мне пришлось довольно много с ним работать. Мне хотелось бы, и я такую, ну, не то что ставил задачу, а просил ребят, чтобы это был не дом, чтобы это был торец квартала, понимаете? То есть это при его большом объеме, чтобы это не было еще одним Коколевским подворьем, а чтобы это был какой-то пласт, знаете, как городская панорама, там, фрагмент городской панорамы. Есть первый план, есть второй план, есть третий план. Вот если удастся, мне кажется, эта задача будет выполнена, потому что лобовых точек там не так много. Это довольно острые углы, когда мы будем смотреть на объект или со стороны Кремля, или со стороны Замоскова Речи, то есть это практически где-то, видите, там, взгляд от 30 до 45 градусов, что это называется, потому что в лоб мы никогда этот объект не увидим, только если ты едешь в странице, так боковым зрением, что называется. Поэтому, мне кажется, вот это два важные вещи. Первое. Умеем ли мы работать в центре с точки зрения построения и внедрения крупных объемов с помощью наших специалистов по истории, для меня это очень важно. А второе, мне хотелось бы, чтобы вот в этом месте был эффект не нового дома, а просто завершение квартала. Ну, по прогнозам, как по ощущениям нынешним, получается, нет? Сейчас трудно говорить еще, трудно говорить. Еще контур не наметился. Контур не наметился. Но ощущение хорошее. Ощущение пока да. То есть, вот, знаете, бывают случаи, когда чувствуешь опасность. Чувствуешь, что может получиться что-то не то. Мне кажется, что опасности для города нет. Опасности для города нет. Вот, когда мы приступим работать с другой стороны острова, и уже сейчас приступили работать, там тоже такая задача довольно сложная поставлена. В Кремле? Нет, наоборот. Напротив Кремля, этот же квартал, только с той стороны, в котором Каменный мост, условно английское посольство, и все. Но там идея другая. Как бы, вот, сделать... Потому что сплошная промышленность, без того, которая под снос идет. Попробовать сделать так... Нарисовать квартальчик, а потом сделать его закрытым. То есть, гостиный двор, перекрытое пространство. У Бокова музей Пушкина, это тоже перекрытое пространство, да? Приреска к дому. А тут попробовать такой получить перекрытый уголок горный. Что, в общем-то, в наших условиях вполне возможно. Вот там будет сложно, и там вот, там ювелирная работа. А здесь, мне кажется, должно получиться. Здесь мы делаем сюжет про подземную инженерию. Все-таки вот у нас возилось впечатление, что вот эти усилия, потраченные на комплекс Кейстоун, они общая здоровье, гидрогеологию и все эти территории. Ну, вы знаете, единственное, что меня не устраивает ни в Кейстоу, ни во всех окружениях, которые есть, это то, что все администрация. Вот, с точки зрения функции. И я просто как бы и говорил всегда владельцам этого участка, что, дорогие друзья, чем вы оставите больше альтернативы на будущее работать с функцией себе, тем вы лучше выживете. Потому что недаром мы выпустили распоряжение, мэр поддержал, о прекращении крупного административного строительства в центре города. Просто вот в районе Пятницкой может сложиться такая ситуация, когда, имея хороший офис, ты не сможешь для него комфортно доехать часы пик утром, ни вечером. Поэтому, к сожалению, коммерсанты не всегда нас слушают. Вот, они как-то считают немножко по-другому. Поэтому, мне кажется, очень важно, альтернатива должна быть, возможно, к тому использованию этого объема. Вот. Ну, это просто как предстольжение. Отлично, мне кажется. И у нас последняя есть такая задумка сделать... У нас есть съемки, уникальный город, до Москвы, до строительства, вот до этого грандиозного строительства, конец 80-х годов. Вот, по ощущениям... И вот сложилось такое ощущение, что даже по видеосъемке был дух. А вот, на ваш взгляд, лично на ваш взгляд, прошло новое строительство, вся Москва новая, как это повлияло? Ну, вы понимаете, архитектура, в общем-то, это отражение той жизни, да? Никуда от этого не денешься. Я сам иногда грущу, что мы утрачиваем. А что мы утрачиваем, вы должны понять, да? Вот представьте себе, я помоложе, да? Я слегка выпил. Я иду по Сивцему Вражку. У меня в голове, там, Надежда, маленький оркестрик, да? Из окна, с одной стороны, обунем, влево вырывается, из другой, оба, две всего допущенные на наш большой рынок иностранные музыкальные группы, да? Тополя стоят так обрубленные, разбитый обязательно бортовой камень, потресканный асфальт, да, пух и драные фасады. Жутко живописно все, жутко, как-то, знаете, вот, хорошо грустить, ты так, с кайфом грустишь в этой ситуации. И так тебе себя, с одной стороны, жалко, а с другой стороны, ты так себя любишь за то, что ты все это любишь. Понимаете, ну, только совраском стать можно со всеми последствиями. Вот, к сожалению, да, мне жутко, это жалко, ощущение. Но если мы с вами перешли на другой уровень понимания самого-самого слова «жизнь», тогда, к сожалению, мы это и теряем. Другого не дано, понимаете? Или так, или так. Ну, нет, вот, последний вопрос, нет ли такого что-то, ну, да, менять в Москве нужно было, да, нужно было вот центр облагораживать, потому что уже очень много гнилых домов и так далее. Ну, вот нет такого ощущения, что можно было по-другому сделать, или нет? Ну, в архитектуре, я думаю, мне, понимаете, как говорится, мечтать не вредно. Но я не верю во все эти разговоры, что кто-то кому-то что-то сказал, что кто-то кому-то там разрешает, не разрешает в архитектуре. Я просто, извините, я редко представляю, как главный архитектор города, я очень редко говорю или напоминаю, могу сказать, то, что есть в архитектуре Москвы на сегодняшний день, это то, что может сделать на сегодня наш архитектурный цех. И если мы хотели бы получить другую Москву, то мы должны были работать с другими архитекторами, иметь других друзей и другой жизненный путь, понимаете? Поэтому я бы не хотел иметь другую Москву, по одной простой причине, потому что я не хочу расставаться с теми людьми, которые меня окружают. Замечательно, спасибо.